в беларуси тонут люди и это к сожалению не смешного статистика тревожна где в беларуси не хватает врачей медиков ну а еще расскажу можно ли фоткаться в поле всем привет меня зовут евгения крещук сегодня 4 июня вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей конечно поставьте лайк этому видео для нас это важно друзья но с тревожной статистики начну хоть и не хотелось бы начинать с этого выпуск в беларуси на воде гибнет много детей только за пять месяцев этого года погибло 42 ребенка такую статистику дал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи генпрокуратуры виктория финевич к слову это не единственная тревожная новость так только за последние выходные в стране утонуло 8 человек силе новости готовят топ почему это происходит основные причины так что ждите эту новость в наших соцсетях в борисове ищут мужчину который сбросил собаку с моста в очередном факте жестокого обращения с животными стало известно из ролика который сняли очевидцы все произошло 1 июня на мосту через местную речку неизвестный мужчина сбросила в реку собаку свой поступок он объяснил тем что пёсель хотел пить прохожие сделали ему замечание потом позвонили в милицию сейчас поиском живодёра занимаются правоохранители надеюсь собакой все хорошо я как владелица двух псов переживая а где медики больше всего зарабатывают в белоруссии белстат назвал регионы которые лучше всего обеспечены врачами и медсестрами в списке есть и гомично по данным белстата в двадцать третьем году обеспеченность населения практикующими врачами выросла по сравнению с двадцать вторым годом на без малого 2 процента а средними медицинскими работниками почти на процент в двадцать третьем году в беларуси насчитывалось без малого 49 тысяч практикующих врачей и 125 тысяч средних медицинских работников Оказывается, фотосессия в рапсовом поле может влететь в копеечку, да, и большую Юрист рассказал, в каком случае за это можно получить штраф в 1200 белорусских рублей Сейчас только ленивый не съездил в поле с рапсом, да и не пофоткался А вообще, можно ли устраивать фотосессии в цветущем поле рапса? Юрист Юрий Готовко рассказал, что фотосессии в полях не запрещены Однако есть одно НО, по его словам, административная ответственность может наступить не за красивый кадр, а за повреждение растений Согласно статье 11.3 КОАП РБ, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, влечет наложение штрафа до 30 базовых величин, а это 1200 рублей Если причиненный ущерб в милиции оценили больше, чем в 40 базовых, то человеку может грозить уголовка Пофоткались и замечательно Ничего не ломаем Кошмар под Брестом Там сын до смерти избил своего отца В Пружанском районе 15-летний сын избил до смерти отца и попросил друга снять все на видео Согласно данным следствия, вечером 21 октября прошлого года в деревне Плебанцы Пружанского района 15-летний привел домой своих знакомых и распил с ним водку Но обычное дело для 15-летних В этот момент родители мальчика были в соседних комнатах Позднее между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого 15-летний подросток до смерти избил отца При этом парень попросил друга снимать происходящее на камеру мобильного телефона Мужчина умер, а вот сына ждет суд Ну а в заключение, Мацк решил сделать погорячее соцсеть Икс Бывший твиттер официально разрешил опубликовать эротику и порнографию В службе поддержки сети отметили, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой Но при условии, что контент создается и распространяется по обоюдному согласию В Икс считают, что сексуальное самовыражение, неважно визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения Контент для взрослых обещают делать недоступным для пользователей младше 18 лет и тех, кто не указал свой возраст У меня на этом все, выпуск для вас готовил Алексей Шкуров, зачитывала его я Всем хорошей рабочей недели, оставайтесь сильными новостями, друзья